В память о хвере Великой Ачиной войны ушановали звоном смутку. В мемориальном комплексе Бугницкое поле прошла одноименная молодежная патриотичная акция. У нее приняли удел больше за пау тысячи человек, сяродяких был и наш корреспондент Илья Соболев. 22 червяня 1941 года. Одна из самых страшных дат у нашей истории. У 4-х годины ранницы жизнь миллионов людей поделилась на «да» и «пасля». Тогда еще толком никто не усведомлял, какая беда обрынулася на нашу краину. Какими тяжкими и страшными будут ближайшие годы. Кольки будя охвер из ломанных лесов. У что перетворятся наши городы и селы. Михаил Лошниц – живый сведок тех подзей. Что такое война, и он у першыню убачил в Минску, куды разом с одноклассниками приехал на экскурсию. Паники не было, но все торопились. И мы пешком на вокзал. Шли по улице Неснякова. И вот, подходя с тыльной стороны дома правительства, и мы вздрогнули от стрельбы зенитных орудий. И высоко в небе увидели самолет-разведчика. Звон смутку почався с митингу реквема. Представники улады и православной церквы, громадских организаций и удельники патриотичных клубов усклали кветки до каплицы. У память про загинулых на фронтах Великой Айчиной была обвешана хвилина маучанья. Молодь пришла на акцию с паперовыми корабликами, которые после запустила на возере слез. На белом аркуше червоная зорка, имя прозвища и звание. Ты, кто не вернулся с войны. Когда начинаешь от понятного родного, близкого, тогда поймешь большую историю и трагедию, оценишь ее. У меня дедушка пропал в первые два месяца войны и не вернулся домой. И бабушка осталась одна, с двумя детьми на руках, с моей мамой Галей и брат у нее Леонид. И да, я знаю эту историю. И по рассказу бабушки уже сегодня рассказывает моя мама моим, моему сыну об этом. У первые дни войны у червоную армию сошли коля 25 тысяч могилевчан. Односно спокойное житё у городе протягивалося и шекерху больше за тыдень, до 3-го липеня. Менавито с этой даты берет адлик героичная оборона Могилёва, якой сё лет исполняется 75 годов. Илья Соболев, Виталь Вопсев, Новин Регион.